Ой, ребята, демократы, вот все чудесатее и чудесатее, скажу словами Алисы из Зазеркалия, потому что такое ощущение, что мы реально живем в Зазеркалии. Вот тут на днях попалась очередная информация, которую озвучил некто Крючков, глава первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. И порадовал Крючков буквально следующим. Он сообщил, что появился какой-то новый штамм новомодной болезни коронавируса. Вот новый штамм, который мутировал, который гораздо более заразен, нежели даже тот штамм дельта, которым нас пугают с лета и который вызвал третью и четвертую волны коронавируса, который увеличил количество заболевших, который увеличил количество смертей. Напоминаю, мы сегодня бьем рекорды. Ну, по крайней мере, если верить тому, что нам рассказывают средства массовой информации, мы сегодня бьем рекорды и по числу заболевших, и по числу смертей. То есть вот этот вот дельта штамм создал про кучу неудобств, а уже оказывается вирус снова мутировал и появился какой-то новый пятый штамм, который способен вызвать пятую волну коронавируса и его заразность на 15% больше, чем у штамма дельта. Значит симптомы проявляются быстрее. То есть если вот инкубационный период предыдущих вирусов составлял где-то примерно 2 недели 10 дней, то вот у этого симптомы проявляются уже через 2-3-5 дней. Но самое главное, ребят, что вот этим штаммом он гораздо заразнее. То есть один заболевший вот этим штаммом может заразить десятерых. Прошлые штаммы, они были несколько слабее, там один заболевший, я правда не знаю как они это устанавливают, мог заразить троих вот этих. А если человек заболеет этим штаммом, он уже сможет заразить десятерых. Сейчас поговорим об этом подробнее. Реальная журналистика. Рубрика «Коротко о главном сегодня». Поехали! Ну и в связи с этим, ребят, я тогда задаю простой и понятный вопрос с упорством идиота, потому что я никак не могу получить на него ответ. Нафига козе баян? Нафига тогда, имеется в виду весь кипиш вокруг вот этой вакцинации. Говорят, надо вакцинироваться. Вакцинируйтесь, ребята, и не будете болеть. Ну неужели никто не прослеживает вот этой вот причинно-следственной связи? Чем больше народу вакцинируется, тем быстрее вирус мутирует, тем заразнее он становится. Вот простой пример. Год назад, в декабре 2020 года, число заразившихся в сутки, вот на самом пике был в декабре, вот самый пик до сегодняшнего момента, там заболевали 20 тысяч человек, и мы хватались за голову, кричали караул, надо срочно вакцинироваться. В декабре стартанула массовая вакцинация, и сегодня у нас уже средние показатели ежедневные по приросту числа заболевших 37, там 35, 37-40 тысяч. Мы бьем рекорды по числу смертей. При этом, до этого нам говорили, слушайте, ребят, вот когда мы прибьем минимум 60%, мы достигнем коллективного иммунитета, и, значит, заболеваемость пойдет на спад. Сегодня мы привили 60%, это официальные данные, сегодня в России привито 60%. И нам говорят, появился какой-то новый штамп, потому что вирус мутировал, стал заразнее. Ждем пятую волну. То есть, ну неужели никто не прослеживает вот это и вот причинно-следственные связи? Чем больше народу прививают, тем, значит, быстрее вирус мутирует, тем быстрее, а тем заразнее он становится. Второй момент. И вот здесь у меня тоже возникают вопросы. Простите меня тупого, да? Насколько я понимаю, вот эта вот вакцина спутники ВИИ, она была сделана на основе самого первого штамма. Сегодня мы уже говорим о пятом. То есть, может быть, я чего-то не понимаю, вакцина на основе первого штамма. То есть, значит, она, ну, ее эффективность снижается, вот, по крайней мере, к этому пятому вирусу. И не надо меня переубеждать в обратном, и все устаревает, да? Это вот когда вот начинают ура, патриоты расходят, да не, все нормально, давайте приведу простой пример на пальцах. Вот возьмите, я не знаю, 12-й айфон, и попробуйте в него засунуть зарядку, толстую зарядку от ноги. Получится у вас это сделать? Нет? Ведь, казалось бы, там зарядка, вот чисто теоретически, она должна зарядить этот айфон. Но что-то мне подсказывает, что, ну, не получится у вас воткнуть эту зарядку в тот айфон, потому что телефон нового поколения, а зарядка старого поколения. Насколько я понимаю, точно так же должно происходить и с вакцинами. Да, значит, острая тема. Но самое смешное, что вот конкретно меня, драконит, они постоянно ищут какого-то крайнего. Так кто крайний? Конечно, непривитые, конечно, непривитые, являются крайними. Еще раз говорю, 60% мы уже привели. Полгода назад нам чесали, что 60% необходимо для достижения коллективного иммунитета, тогда все пойдет на спад. Нет, а мы пока идем только в рост, вирус все активнее, активнее, активнее мутирует. И тут, кстати, понятно, потому что он тоже живой. Он пытается выжить, и чем больше народу вы вакцинируете, тем больше он мутирует. Ну, чтобы обойти вот эти вот все шлагбаумы, чтобы обойти вот эти вот все бастионы, то, что он так же, как и любое живое существо, пытается выжить. Поэтому взаимосвязь вот здесь, в принципе, на мой взгляд, прослеживается совершенно логичная. Но хотел сказать-то я не о другом. Почему вы сваливаете там все на вакцинированных? Еще раз, ведь не доказано никем и нигде, я имею в виду именно не доказано, что именно вакцинированные ходят и распространяют заболевания, распространяют вот эти вирусы, и потом как в организме невакцинированного вирус вообще может мутировать. А зато то, что вот вакцинированные люди, да, иногда хапают этот вирус и даже не переживают, я имею в виду, ну, уходят от нас, ну, мы же знаем уже примеры. Вот несколько дней назад мы потеряли двух больших артистов. А один из них Валерий Гаркалин, второй, вот, честно скажу, фамилия сейчас из головы вылетела, но очень мне нравится этот мужик, буквально на днях смотрел сериал «Черные кошки» с его участием, как раз во время просмотра с удивлением узнал, что вот человек на 59-м году жизни тоже нас покинул, хотя человек был вакцинирован, даже там в соцсетях выкладывал о том, что вот сделал первую прививку, жду сейчас вторую, мы знаем, что Гаркалин боролся с короной, да, с этой новомодной болезнью, тоже вот не повезло человеку, но тоже был привит. То есть нельзя сбрасывать это со счетов, но, повторюсь, упорно идет нагнетание, что во всем виноваты непривитые. Давайте приведу простой пример. Простой и понятный пример. Вот, представляешь, ты пьешь там, не знаю, молоко, и вот чем больше ты этого молока пьешь, тем сильнее ты дрищешь. Вопрос, почему ты дрищешь? Какова причина? Еще раз, ты бьешь это молоко, и чем больше ты его пьешь, тем сильнее у тебя диарея. Ты дрищешь там каждые 10 минут. Неужели ты начнешь там находить виноватого в том, что ты дрищешь, да? Это виноват сосед, потому что он не привит. Это виноват снег, это виноват ветер, это виновата солнце, потому что не вовремя выглянул. Это виновата проезжающая мимо машина. Да нет, ты пьешь молоко и дрищешь. Может быть, попробуй перестань его пить. Я, ребят, не истинно в первой инстанции, я просто задаю простые, понятные вопросы, и я хочу на них ответов. Вот и все. Я хочу, чтобы мне кто-то объяснил эту причинно-следственную связь, ну и чтобы у вас тоже в голове сформировалось хоть что-то, кроме того, чем вам постоянно замусоривают мозги. Как-то так, коротко о главном. Реальная журналистика переваривайте, увидимся, услышимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова